Приветствую вас дорогие друзья, уважаемые трейдеры, уважаемые инвестеры, все зрители YouTube-канала компании Markets. На связи с Михаилом Ричард и сегодня у нас очередная рубрика в отродом микрофоне. Это разбор сделок и анализ рынка вместе со мной Михаилом Ричардом. Разберем, что у нас происходило в мире, какие валютные пары можно торговать, что происходит сейчас на фондовых рынках, ну и собственно как массовые беспорядки, вторая волна коронавируса и ФРС повлияли на текущее падение фондового рынка. Поэтому саживайтесь поудобнее, будет информация максимально интересная, конечно же мы поторгуем, на сейчас у меня уже есть некоторые намеки на сделки, покажу счет, который мы собственно ведем с вами уже с начала данного проекта, поэтому будет сегодня максимально интересно. Итак, начнем по порядку. Первое, с чего мы начинаем, это падение фондового рынка. Видим, буквально вот за сегодня фондовый рынок США упал на четыре с половиной процента. То есть, произошло очень сильное падение, S&P 500 падает на четыре с половиной процента. Почему? Все, собственно, начиналось очень мирно, массовые протесты по всему, по всем штатам, после чего буквально сегодня выходит новость про то, что ожидается вторая волна коронавируса, потому что были очень много людей на улице, скопление людей. В итоге вирус, собственно, начинает передаваться из уста усты, начинает расти количество заболевших, и как результат может уже начаться вторая волна кризиса. То есть, то, чего все ждали, вот как раз сейчас и происходит. Видим, фондовые рынки у нас успешно-успешно падают. Вот. Соответственно, что же будет дальше и чего нам ожидать? Если, в принципе, разобрать больше экономику, а не вдаваться в политику и коронавируса, то в таком случае мы видим следующее. Смотрите, по Америке вышли данные по инфляции. Это первое. Инфляция продолжает снижаться, то есть, это данные вышли за май месяц. Оно и логично, что в май месяце никто не работало, инфляция, в принципе, расти не могла. Но в то же время растет потребительская уверенность, растет бизнес-уверенность. То есть, мы уже видим, что на 2020 год, июнь месяц, мы видим рост бизнес-конфиденса. А дальше мы видим рост консюмер-конфиденса, то есть, рост уверенности потребителей. То есть, уже сейчас постепенно-постепенно растет потребительская уверенность, растут продажи. Ну, понятное дело, что пока еще мы видим, что инфляция не такая большая. Она и логична, что на мае месяце не могла быть большой. В то же время мы видим, что безработица плавно уже у нас снижается. Да, 13% — это очень много для безработицы, это плохо для экономики. Но в то же время данный показатель есть, и, как видим, он уже идет на спад. Количество рабочих мест. Тоже, если мы посмотрим, мы видим, что количество безработных с каждой неделей все меньше и меньше. Вот, и скоро мы вернемся к нормальному уровню, и уже не такие большие показатели, и максимум, как за последние несколько десятилетий. То есть, ну, еще, конечно же, предыдущим уровнем далеко, но в то же время мы к этому двигаемся. То есть, в принципе, экономика постепенно восстанавливается. Да, понятное дело, после массовых протестов может начаться еще вторая волна кризиса. И, вернее, даже не вторая волна кризиса, а вторая волна коронавируса. Это все за собой повлечет то, что фондовые рынки могут еще подупасть. Хотя, честно говоря, после вот этого падения, я думаю, что уже завтра начнется более-менее стабилизация. Максимум мы еще... Сегодня четверг, кстати, я записываю это вечером четверг. Вы будете смотреть, я думаю, пятницу утром. Соответственно, это уже будет сегодня. Мы видим, что рынки вот где-то в этом диапазоне подругаются, и плавно-плавно начнем дальше восстановление. Тем более, что тот же, например, технологический сектор, он, да, упал, но он не так сильно упал, как этого ожидали другие. Вернее, как, ну, во-первых, ожидали, а во-вторых, как реальный сектор. Вот, поэтому по фондовым рынкам я думаю, что второго обновления минимумов не будет. Падение, возможно, от максимума, я про это всегда говорил, оно будет где-то в районе 7-10%, то есть это вот еще падение где-то в эту зону. Это максимум, куда оно может еще произойти, и дальше пойдет восстановление. Тем более, что процентные ставки уже снижены, процентные ставки находятся на самых-самых своих минимумах. И, что вот немаловажно, глава ФРС буквально следует на заседании заявил про то, что да, в экономике все плохо. Это, кстати, было еще одной из причин падения сегодняшнего фондовых индексов. В экономике все плохо, все мы прекрасно понимаем, что 2020 год будет с отрицательным ВВП, но в то же время ожидается восстановление экономики в 2021 году, и особенно в конце 2021 года уже должен пойти хороший рост. Политику количественного смягчения они продолжают до 2022 года, по крайней мере пока еще, и объем денег выпускаемых он может меняться в зависимости от ситуации на рынках и от ситуации в целом в экономике. Поэтому сейчас есть поддержка со всех сторон, и я думаю, что данные падения это просто коррекционные падения, и дальше можно спокойно сидеть в активах и пересиживать вот это все падение, если вы вдруг в них сидите. Так, вот это то, что на данный момент по фондам оборонку и по штатам. По другим странам пока ничего сильно не меняется, единственное, что у нас практически все страны уходят активно в продажу, кроме сырьевых стран. Это Австралия, Новой Зеландия и Канада. Вот эти страны пока у меня рассматривают целую покупку, даже несмотря на то, что произошло в данной коррекционной движении. Единственный нюанс, это больше всего меня смущает канадский доллар. Почему? Потому что если произойдет обратно ситуация с тем же карантином, нефть снова падает в спросе, предложение много, цена на нефть падает, канадский доллар падает. То же самое происходит с рублем. Рубль тоже самое будет падать. Вот это единственная страна, которую я поменял на продажу. Все остальное это больше рассматривается в покупку. И валютная матрица у нас на текущий момент и, собственно, на следующую неделю, это у нас 15-е и 6-е, ожидается вот в таком формате. Вот. Это из таких, знаете, ключевых новостей, которые действительно важны и на что следует обращать внимание. Дальше давайте приступим уже к нашей торговле, к нашему счету. На данный момент у меня на счету 9363 доллара. Начинали мы с 5000, уже прошло сколько? Около 17 недель. За это время практически 100% заработали. Вот. И давайте погнали по сделкам. Первое евро-доллар. Смотрите, так как у нас сейчас ожидается риск, при увеличении рисков, конечно же, инвесторы будут заходить в мини-рисковые активы. Мини-рисковыми активами будет являться доллар. Более того, на фоне второй волны коронакризиса, вполне вероятно, что заходите в длинные облигательства на фоне того, что могут снизить еще процентные ставки, вплоть до отрицательных зон. Это все создает спрос на американский доллар. И сейчас у нас по евро, например, отрисовался хороший сигнал именно на продажу. Поэтому евро-доллар я бы сейчас рассматривал на продажу и, пожалуй, прям с вами в прямом эфире я зайду в продажу. Это больше сделка с одолевками. Завтра может быть тут еще расторговка, но в целом я его жду как минимум к данному уровню предыдущему. То есть сразу тейк-профит выставлю тоже где-то в этот диапазон. Так, дальше по фунту. По фунту падение есть, но никакого сигнала пока нет, поэтому ждем. Доллар-франк, тоже сильное падение произошло, но пока как таково сигнала нет, поэтому не заходим никуда. Доллар-иена, сделка на покупку у нас есть. Я думаю, что в ней будем находиться еще долго. Основную часть я закрыл, а 0.03, это половина объема, пусть остается и буду его дальше держать еще до тех пор, пока не дойдет до своего тейк-профита. Дальше новозеландский доллар-иена. Пока произошло очень сильное падение и сигналов как таковых нет, поэтому не рекомендую заходить. NZD и USD, та же самая картина. Был сигнал на продажу, но мы у него не успели, поэтому сейчас лучше не заходить. Доллар-канаде, шикарный был сигнал на покупку. Я, честно говоря, просто не успел в эту сделку зайти. Это по модели нашей разворота, шпилька вот здесь шикарная была. Честно, просто не успел в него отрыть эту сделку на этом счету. Поэтому сидим без сделки, ждем, когда будет какой-то отказ, чтобы нужно было еще зайти, потому что тенденция к росту, кто зашел как минимум у нас к данным уровням. Поэтому сюда пока и ждем. Австралийский доллар по отношению к американскому. Тоже сигналы на продажу есть, но пока я бы в него не заходил, потому что эта продажа может произойти вот чисто небольшое там падение, уровень 0.6685, поэтому пока как таковой нет. А вот продажи есть, но я думаю, сейчас будет флэт, и постепенно снизимся к нашей продаже, и там вполне вероятно можем видеть наш трейк-профит в течение где-то месяца-полтора. А у Франк падение пока тоже нижних уровней нет, верхних нет, ждем. А у Лена тоже самое, находимся ровно по центру канала. А у Тензелет тоже ровно по центру канала. Канада Франк, шикарно высший, шикарные падения, и будем сейчас искать точки входа на покупку. Вот после такого резкого падения, полневероятно, я не буду. Канада Елена, та же самая картина, шикарный рост, шикарные падения. Сейчас будем стабилизируемся и будем его рассматривать больше на покупку, чем на продажу. Но тоже когда будет уже более-менее стабилизация, потому что сейчас канадский доллар, он, как видите, рассматривается больше на продажу. Франк-иена пока во флете, ничего сигналов нет. Евро-аут был хороший сигнал, мне кажется, это говорил еще на прошлом нашем эфире, я в него не успел тоже в эту сделку зайти. Пока тенденция больше вверх, чем вниз по евро-ауту. Поэтому я бы подождал небольшого отката, и дальше тенденция наверх, как минимум, вот к данным уровням. Это где-то диапазон 1.78, 1.79, вот этот диапазон у нас можно ожидать по валюте евро-аут. Евро-кат, пока ровно по центру ничего интересного. Евро-франк, сделки закрыли, тейки закрыли, можно разворачиваться, пока сигналов нет. Евро-фунт, тоже самое, находимся по центру, ждем, пока сигналов нет. Евро-иена, рост произошел, но пока все по центру. Евро-эзда, то же самое, фунт-ауде, помните, мы открыли первую сделку, вторую сделку я еще удалился, сейчас тенденция идет наверх. В целом, по дейп-ауде я рассматриваю его вверх, и тейки первые буду ставить где-то вот в этом диапазоне, я думаю, что даже по всем этим, и по первому, и по второму, можно его здесь выставить и ждать, когда сработает наш тейк-профит. Так, дальше, GBP-кат, тоже тенденция больше наверх, чем вниз, но здесь сигналов я пока не вижу, поэтому не буду заходить. Фунт-франк, по центру ничего не делаем, фунт-иена тоже ровно по центру ничего не делаем, фунт-нзд. Тут может быть и хорошее движение наверх, но я бы его дождался, обновление минимума и дальнейшего роста, пока я в него не буду заходить. ЗД-кат, та же самая, как иена, находимся на максимумах, пока неоднозначно все во флете, поэтому я бы не заходил. Ну и доллар-рубль, тенденция наверх, и 75 рублей за один доллар, я думаю, что можно его ожидать. Так, золото. Золото продолжит свою тенденцию наверх, ждем его как минимум к уровню 1800-1900, а там дальше уже посмотрим, как будет себя двигать. Далее. Биткоин 10 тысяч штурмует, вот когда пробьет 10 тысяч, и рванет, вот тогда будет... Вернее, когда пробьет 10 тысяч, вот тогда он очень хорошо рванет. Так, по платине пока флаг будет, и она будет больше идти на снижение, чем на рост. И фондовый индекс наш, как видим, пошел на обновление, на ретест максимума, ну и ждем, чтобы не дали. Я думаю, будет какая-то растраговка и дальнейшее восстановление и рост. СНП тоже, как видим, очень круто упал, дошел до своих уровней. Я думаю, что завтра уже где-то в этом диапазоне можно его будет покупать на средне-дорогосрочную перспективу. Я здесь пока не захожу, жду, когда хорошо упадет. Очень круто вырос индекс страха. Тоже, думаю, завтра будем его рассматривать на продажу, потому что после такого бурного роста будет очень хорошее падение, и можно будет хорошо заработать. Ну и нефть пока, как видите, даже несмотря на то, что ожидается кризис, второй карантин, нефть сильно не упала, поэтому я думаю, что если сегодня так сильно не упала, то завтра ее еще подсольют. Дальше будет торговаться где-то в этом диапазоне, собственно, дошла до нашего верхнего уровня, 39.64, то, что мы с вами отмечали, и будем где-то вблизи данного нижнего уровня, 31.23, где-то в этом диапазоне. Вот, собственно, такие у нас сейчас сделки отрытые. На данный момент на счетах 9463 доллара, по ликвидателям примерно 9300, то есть это практически 90% профита. Даже, давайте с вами посчитаем, 9300, если ликвидировать, все разделить на 5000, минус 1, 86% прибыли заработано за буквально 17 недель. Вот, собственно, так мы работаем. Напоминаю, что вместе с компанией Amarkets мы запустили обучение на рынке валют, программа обучения, это вся торговая стратегия макротрейдинг. Записаться можно за 900 евро, или же, если у вас есть счет от 30000 долларов в компании Amarkets. И в том, в таком случае, можно с вами обсуждать обучение бесплатно. Поэтому записывайтесь, кому интересно, ну и, собственно, торгуйте, зарабатывайте, следите за новостями, не рискуйте лишний раз, готовьтесь к второй волне коронакризиса, ну и будьте успешными. Поверьте, позитивные рынки воигрывают чаще, чем негатив, поэтому больше будьте позитивными и зарабатывайте деньги. С вами был Михаил Ильич, увидимся с вами ровно через неделю. Продолжение следует...